Ирина Соколовская, член Совета и активная участница жизни общества немцев в Жамбулской области, руководит комбинатом школьно-студенческого питания и кафе «Эльба», в котором она любезно встретила нас и рассказала об истории своей семьи, о ее трудовой и общественной деятельности. Я родом из Челябинска. Я родилась в Челябинске. Мои родители, мама немка с Крыма была выслана в Челябинск, папа немец по Волжье, Саратова, его тоже выслали в Челябинск. Там они встретились и там они поженились. Я родилась и мой брат родился. У нас двое детей. После школы у нас в Челябинске был взрыв, Челябинск-40. У меня обнаружили нехорошую болезнь, и мне посоветовали учиться фруктами. Я уехала в Таджикистан. Там жили наши родственники, и мы поехали. Я поехала жить в Таджикистан и поступала там в университет. Факультет, механика, математический факультет. Но не прошла по конкурсу, и меня направила республика Таджикистан в Самарканд. И так я оказалась в институте общественного питания. Даже не знала о существовании такого института. Вот таким вот образом я его заканчиваю благополучно. И еду, как раньше это было, по распределению на работу во Львов, на Украину. Видите, какая судьба была интересна у всей молодежи того периода. Нас распределяли. Мы были уверены в завтрашнем дне. Мы были. Но мой муж по национальности уйбур не захотел, чтобы я оставалась на Украине. Приезжает, меня забирает. По мне хоть можно книгу писать. Ну, в общем, я приезжаю с ним обратно. Приезжаю сюда, в Джамбу. Тут наши тоже родственники жили. И нас берут на работу. Он идет на завод работать технологом-инженером. Я остаюсь при организации трез столовых и ресторанов. Я работаю там. И вот с этого времени, после окончания института, я никуда не ухожу. Трез ликвидировали во время перестройки. Школьный комбинат остался. И я вот с этого дня и по сегодняшней работаю в комбинат школьного питания. Единственное, что переименовывается. Вот такая судьба. Я была замужем. У меня муж уйбуром по национальности, как я сказала. Двое детей у меня. У меня уже четверо внуков. Так что бабушка большим приданным. Так что вот так вот. Дети тоже вроде бы я довольна судьбой детей. Одна у меня врач. Дети, внуки учатся. Сын у меня предприниматель небольшой. Да, вот начинающий только. Так что вот она моя автобиография. У меня очень интересное отчество. Потому что папа после того, как его прислали в Челябинск. И у меня имя. Мама мне дала имя не Ирина. У меня имя было другое. Ирма. Но когда они приехали в Челябинск и стали регистрировать. Говорит, такое имя у нас нет у русских. Написали меня в отделе кадров Ирина. А папа по имени Самль. Он тоже пришел туда. И ему говорят, что вы написали? И написали Самуил. Понимаете, немецкая Самль. Есть же Самль, да? И Ермата, знаменитые тоже. Это было немецкие имена. Поэтому я стала Ирина Самуиловна. Все, услышав мое отчество, спрашивают, вы еврейка по национальности? Я говорю, да. Услышат мою фамилию, спрашивают, вы полька? Я говорю, да. Поляки ко мне прибегают, когда приезжают к ним кто-то. Евреи вообще, когда они выделяли средства на питание своих людей. Мы тоже помогали. В общем, я стараюсь всем помогать. И мы, пожалуйста, и мы хотим всех, как встреча на Эльбе, всех объединить. Так что, видите, вы узнали, мы подноготные, как меня звали первоначально, как папу звали. Папа похоронен в Германии у меня. Сестра живет в Германии. Она родилась 22 июня 41 года. День начала войны. Их выслали вагонами в Челябинск. Вот с грудным ребенком мама туда поехала. Мама умерла рано, в 60 лет, в Челябинске похоронена. А папа в Германии похоронен. Там брат, там все родственники по линии мамы, по линии папы, все живут там. Я из уважения к мужу осталась здесь. Ну и бизнес свой, да. Я поняла, что я там себя не найду. Возраст уже не тот, да, и чтобы там начинать с нуля. И не знание еще языка. Вот и все. Это у меня тут осталось. Ну мне нравится тут. А дети пусть уже дальше придираются. Но они не отрываются от меня. Они рядом со мной. Вот видели, дочка врач, сын вот у меня со мной. Все со мной. Но дальше видно будет. Жизнь покажет. Меня поставили молодым директором школьного комбината питания. Так как у меня образование инженер-технолог общественного питания. Меня поставили. Ну я так утвердилась на этом месте. Особых препонов не было. Просто люди, знаете, окружающая среда тоже видела и оценивала то старание, то упорство, которое есть, наверное, во мне. Я не говорю так, что я такая хорошая. Просто люди видели и моими ошибками меня поправляли, меня учили. У меня были хорошие директора тресла. Тресла столовых ресторанов. При распаде Советского Союза вот этот школьный комбинат я сумела сохранить. И мне помогло наше руководство. Тогда уже стал город Экимат. Мне помогли его сохранить. То есть мы не разбазарили школы, школьные столовые. Мы все это сохранили. И вот с этого времени мы работаем. В комбинат питания входит 25 школьных столовых, куда мы завозим. А для этого мне надо иметь хорошую базу. У нас в комбинате существует 4 машины на балансе. У нас склады, завсклад, бухгалтерия. Большой штат сотрудников. И самое главное, чем я горжусь при обслуживании и кормлении школьного питания, у нас большой кондитерский цех. Вот вы видите одну из фотографий. Это часть, где кремовые изделия. Вот здесь у меня идет, видите, большой кондитерский цех. Раньше при организации школьного питания каждый комбинат имел свое производство. Чтобы не покупать на базаре, а именно свое производство. И вот мы сохранили, мы усилили, увеличили комбинат. Здесь все санитарные условия соблюдаются. Здесь нет горячего ничего. А здесь идет выпечка у нас. Вот здесь идет выпечка. В цехе работают две смены. 15 человек в одной смене, в другой. Но сейчас в связи с карантином, школы закрыты. Мы снабжаем только школьные столовые и заводские столовые. В магазины мы продукцию не возим. Потому что мощность малая. Все наше предприятие. Вот на ладони. Весь производственный цикл у меня здесь. Надо мне посмотреть, что делает кухня. Я нажимаю, вот кухня. Вот кухня работает. Есть ли дезинфекция посуды или нет дезинфекции посуды. То есть вот оно все производство. Мне нравится эта работа. Я люблю, я душой в ней. Я прикипела к этой работе. И поэтому Эльбу-то мы назвали. Почему? Встреча на Эльбе. Чтобы люди, придя к нам один раз, захотели вернуться еще раз. У нас бесподобные пироги. Все приходят. Всем нравится. Сейчас вы попробуйте наш кондитерский, наш цех. У нас отличный пирог с мясом. Немецкий пирог по рецептуре. Пирог с творогом. Куда я езжу, я обязательно привожу туда рецепторы. Обязательно. С России и с Томска привезла пирог с тыквой, пирог с черной смородиной, пирог с грибами. А дядя в Германии меня учил делать салат из арбузов. Ну как-то я попробовала, у нас он не пошел. И мы перестали делать салат из арбузов. Так что вот кондитерский цех у нас пользуется спросом. И все люди, которые побывав раз, хотят, говорят, пойдем еще раз на Эльбу. Встреча на Эльбе. Так в городе идет посыл. Встреча на Эльбе. Все национальные праздники, особенно вот эти настоящие, когда я жила полгода в Германии для того, чтобы лечить своего внука, это как-то еще закрепило мое желание соблюдать все обычаи. И у нас жизнь в Казахстане, мы как-то все придерживаемся национальным обычаям. Естественно, как не спраздновать Вайнахта? Ну как не спраздновать-то? Как это? И мы хотим детям тоже донести эту культуру. Пусть они знают, откуда мы родом и какие наши корни. Я стараюсь все обычаи, по линии мужа я соблюдаю все мусульманские обычаи. И даже когда я его похоронила, я попыталась проявить уважение к его национальности и похоронить так, как требуют мусульманские законы. Мы Казахстан, мы юг, мы доброжелательные люди. И мы хотим совместить все вот эти наши обычаи, наши традиции. Когда ко мне приезжает делегация в наше кафе Эльба, встреча на Эльбе, я говорю, по меню у нас бешбармак по-немецки и бешбармак по-казахски. Все говорят, а как это? То есть я хочу, знаете, чтобы у нас была дружба, любовь и взаимопонимание. Вот я что хочу. Как могу, доношу людей. Если вы захотите попробовать бешбармак по-немецки, я бы приготовлю. Это пирог, который рецепт привезла из Германии. Пирог рубленый, но с нашим бульоном на нашем мясе. И казахский бешбармак вам известен. Это тесто и бульон. Тот же самый бульон, в той же кружечке. Только здесь пирог, а здесь тесто с мясом. А вот тоже самое одинаково. Вот так вот мы живем тут весело и хорошо. Я всегда говорю, наши казахи на юге очень добрые люди. Очень. Не зря они же приютили всех выслаться, да? Немцев, которых высылали. Вот эта доброта, мне кажется, и у немцев она есть заложена. Поэтому кто бы ко мне ни обратился, всегда, пожалуйста, всегда. И казахи тоже такой народ. Пусть среди всех есть люди, хорошие, плохие. Но в общем, что свойственно казахам, доброта, порядочность. А немцы, конечно, как говорят, немец не живет, воткнет палочку, и оно вырастет у него. Наша пунктуальность. Иногда, правда, я злоупотребляю свою. Я вот и вас бы в Германию отправить на неделю, всех бы повыгонялись с работы. Нас или с кровью, или материнским молоком передается наша чистота, наша пунктуальность. С обществом немцев я давно работаю. Очень давно. Сменилось это четыре руководителя. Четыре. У нас был последний руководитель перед Гибнером был Трейзе, а не был Шефер. До этого был Трейзе. Я старалась всегда помогать. Нужно место, пожалуйста, для организации. У них ведь не было своего места. В данном случае мы отдали свое здание, где они сидят, находятся. Надо это, поэтому мы безвозмездно им все отдаем, они там работают. Ну, во-первых, молодежь не должна бояться труда. Как бы это ни было, как бы пусть это будет трудно. Надо уметь и падать, и подниматься. Надо так. Поэтому упорство, еще раз упорство и упорство. Ну и, конечно, обладать знаниями. То есть учиться, учиться и учиться. Без учебы никуда. Даже я вот сейчас продолжаю, если я говорю еще раз, у меня книг много, если я что-то не знаю, заглядываю в книгу. Сейчас очень много интернета, но я предпочитаю в основном литературу. Там более тонко, более правдоподобно. В интернете иногда так, это скользко, скользко, сядет. Поэтому молодежь пусть не боится, пусть начинает. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok